Два с половиной года в колонии общего режима. Суд вынес приговор директору управляющей компании ФАРТ за преднамеренное банкротство. Школьные стадионы построят, дороги возьмут на контроль. Сегодня на заседании городской думы приняли важные решения. Первые улыбки и первые шаги. Медиахолдинг «Планета радио» объявляет детский конкурс видеороликов «Снимаем кино». Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте! Начну выпуск с новости, которая не может остаться незамеченной. Два с половиной года в колонии общего режима. За преднамеренное банкротство управляющей компании ФАРТ Плюс получила в суде директор этой фирмы. Управление экономической безопасности и противодействие коррупции по Пермскому краю совместно с березняковскими полицейскими выявили факт преднамеренного банкротства фирмы ФАРТ Плюс. Установлено, что с 2007 по 2013 годы директор компании, в чем обслуживание находилось 16 многоэтажных жилых домов, заключала экономически необоснованные сделки, заведомо влекущие неспособность управляющей компании удовлетворить требования кредиторов. Общий причиненный ущерб оценивается в 5 миллионов рублей. По данным официального сайта главного управления МВД России по Пермскому краю, еще с 2007 года руководство компании ФАРТ Плюс стало заключать экономически невыгодные сделки, то есть умышленно работать в минус для того, чтобы признать себя банкротом. Вчера в суде был вынесен приговор сразу по трем статьям. Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем действий или бездействия, заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. И невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат. В сумме трех статей директору управляющей компании ФАРТ Плюс суд назначил наказание. Два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат с решением суда не согласен и намерен обжаловать приговор в течение 10 дней. Мария Алехина соскучилась по пермским зонам. Участница скандально известной панк-группы Пусси Райт хочет стать членом общественной наблюдательной комиссии по обеспечению прав человека в пермских колониях. С этой целью Мария прибыла в Пермь и ведет переговоры с председателем комиссии, директором Пермского регионального правозащитного центра Сергеем Исаевым. Напомню, Мария Алехина была осуждена за хулиганское выступление в храме на два года. В 2012-13 годах отбывала наказание в исправительной колонии номер 28 в Березняках. Во время отбытия срока вступала в конфликты с администрацией колонии и с другими заключенными. Получала дисциплинарное взыскание. Объявляла голодовку. В декабре прошлого года вышла на свободу по амнистии. Согласно законодательству, общественная наблюдательная комиссия имеет право контроля любых колоний, изоляторов временного содержания, следственных изоляторов, камер для задержанных спецшкол на предмет соблюдения прав содержащихся там людей. Представители комиссии имеют право в любой момент попасть в любой из этих учреждений с целью гражданского контроля. В составе Пермской ОНК сейчас работают 20 человек. В настоящий момент идет дополнительный набор членов комиссии Пермского края. Мария Алехина решила не упускать такой шанс и совместить карьеру скандальной звезды с правозащитной деятельностью. Мы будем следить за карьерой девушки и расскажем о ее успехах в наших следующих выпусках. Первое летнее заседание городской думы прошло за 10 минут. Все решения по вопросам повестки дня были приняты почти единогласно. Большая часть из них носила технический характер. На повестке дня депутатами было рассмотрено шесть основных вопросов, а также несколько вопросов в разделе «Разное». Наиболее значимым стало принятие положения муниципальном контроле за состоянием автомобильных дорог. Раньше этой функции в муниципалитете не было. Теперь под контроль попадут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Вторым по значимости вопросом стало восстановление и строительство школьных стадионов. В ближайшие два года планируется восстановить три площадки у школ под номерами 2, 8 и 22. Строительство новых типовых спортплощадок развернется у 1, 12 и 17 школ, а также у Дворца детского и юношеского творчества. Всего на это будет выделено 23 миллиона рублей. Также планируется строительство межшкольного стадиона у гимназии номер 9. Готовится документация по началу работ возле 15 школы. Цель реконструкции школьных стадионов была не только обеспечить исполнение учебного процесса по физкультуре, но и создать условия для занятия физкультурой и спортом всех жителей данных микрорайонов. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе «Темп» начался прием заявок на соревнования по стритбаскету в рамках баскетбольного проекта «Уралкалия». Предприятие совместно с администрацией города планирует провести этот зрелищный праздник спорта в День города, 28 июня. Заявку на участие можно подать вплоть до пятницы, 27 июня, с трех дня до шести вечера в «Темпе». Так как баскетбол – это командный вид спорта, прийти и заявиться на участие должны не менее трех человек одновременно. От участников требуется большое желание. Все остальное сделают организаторы проекта предприятия «Уралкалии». Состязание пройдет уже в эту субботу на площади перед Дворцом культуры «Металлург». Старт в 12 часов. В этом может принять любое участие, любой юноша, девушка, достигший. То есть младшая группа у нас, самая младшая, это 2002-2003 год рождения. То есть, ну и вплоть до ветеранов и семейных команд. Лето в самом разгаре и наш медиахолдинг «Планета радио» объявляет самый летний конкурс видеороликов «Снимаем кино». Если у вас есть интересное видео ваших детей «Первые шаги», «Первая каша» или кадры, на которых маленький Непоседов впервые путешествует, приносите видео к нам и получайте подарки от спонсоров. Карина со своей дочуркой Кирой уже готовятся к конкурсу. Малышка только-только научилась делать первые шаги. Чем не повод для участия? Хорошая идея провести детский конкурс. Теперь у родителей появится возможность показать достижения своего малыша, попереживать за него и, конечно же, получить подарки. А теперь подробнее о конкурсе. Принять участие в нем смогут родители, чьи дети еще не достигли школьного возраста. Видео может быть самое разное. Даже забавный смех ребенка уже повод для участия в нашем мини-состязании. Заявки принимаются до 20 июля. Принести видеоролики можно по адресу Ленина 47, офис 243. Или же прислать на электронную почту. Адрес вы сейчас видите на экране. Обо всех условиях конкурса можно узнать на сайте bb59.ru. Присланные ролики, прошедшие предварительный отбор, появятся в эфире кабельного телеканала Верхникам ЕТВ. Позже будет открыто голосование на Березняковском портале bb59.ru. Мы решили провести летний конкурс и посвятили его детям. Думаю, в каждой семье есть видео архивное, где малыш делает свои первые открытия. И очень рады, что наш конкурс поддержали спонсоры. И о призах. Победители конкурса смогут отметить свой первый удачный кинодебют в кафе «Лиза», которое с удовольствием предоставит вкусный праздничный ужин. Разнообразное меню, приемлемые цены. В кафе «Лиза» знают, как угодить даже самому придирчивому гурману. Кафе устраивает как свадьбы, юбилеи, так и детские праздники. Если у вас грядет торжество, в кафе «Лиза» позаботится обо всем. Цены, согласитесь, приятные. Свадьбы и юбилеи – 600 рублей с человека, а детские праздники по 250. Этот уютный уголок находится по адресу пятилетки 100. У нас в городе не так много конкурсов проводится, адресованы нашим маленьким деткам. И поэтому, узнав, что «Медиахолдинг» проводит такой уникальный конкурс, мы решили его поддержать. И теперь готовимся к визиту гостей. Конечно, это еще не все приятные сюрпризы. Призеры конкурса получат вкусные сладкие подарки от нашего спонсора «Ошоколад». Специально по заказу приезжают бельгийские шоколатье, изготавливают продукцию ручной работы. Они могут сочетать несочетаемое. Это невероятно, но факт. Конфеты с жареным луком, карамельные солью, шоколад с солью и перцем. Магазин работает уже 6 лет на рынке и зарекомендовал себя только с хорошей и самой вкусной стороны. Множество сортов настоящего кофе. Ммм, а какой запах! И различные шоколадные фигурки. Производитель знает, чем порадовать. Также необычным подарком на праздник может послужить вот эта шоколадная фоторамка. С вас потребуется лишь фотография, допустим, именинника. Магазин изготовления шоколадной фотографии берет на себя. В итоге фотографию вам возвращают, и вы получаете готовую, полностью съедобную фоторамку для подарка. Самый сладкий магазин города находится в торговом центре «Оранжмол» на первом этаже и в торговом центре «ЦУМ» также на первом этаже. Каждый из нас, вне зависимости от возраста, в душе ребенок и любит шоколад. Поэтому мы поддерживаем конкурс «Метеохолдинга» и всем участникам желаем только удачи. Не теряйте времени даром, ведь ваш малыш растет и познает мир во всей его красе. Оставьте на память приятные воспоминания себе и своему ребенку. Мы ждем ваших заявок до 20 июля. Успевайте ловить момент. Екатерина Федорова, Лев Соборов, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Вы смотрели «Главные новости города». Далее вас ждут прогноз погоды и программа «На пятерку», которая подведет итог самых важных событий этого месяца. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Прогноз погоды представляет «Климат-маркет. Технологии климата». Сплит-система за полторы тысячи рублей в месяц. Технологии климата. «Советский проспект-2». Левый пристрой к строймаркету «Агроснаб». Прогноз погоды представляет компания «Агрострой». «Березники». «Советский проспект-6». «Соликамск. Энергетиков-36». Прогноз погоды представляют пекарня с пылу с жару, магазин «Мясоед» и новые кафе «Сиеста». Галерея вкуса, горячий хлеб и свежее мясо под одной крышей. Ленина, 45. В Березниках 25 июня переменная облачность осадков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 12-15 градусов, днем плюс 19-21. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В среду солнечная активность умеренная, геомагнитное поле устойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Учим таблицу деления. Сплит-система за 9 тысяч рублей в рассрочку на 6 месяцев. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2, территория Агроснаб. Профнастил и металлопрокат в Агрострой покупаешь. Жмем тебе руку, товарищ брат. Правильно поступаешь. Агрострой. Березняки. Советский проспект 6. Звоните. 26 50 68. Начните день с сиесты. Нет в центре краше места, где можно пообедать и с кофе день начать. А этажом пониже полезный хлеб и свежий, чтоб сразу же хозяйкам домой с собой усять. И рядом в мясоеде есть полуфабрикаты. Вам на домашний ужин. Какой? Да вам решать. Галерея вкуса. Кафе-сиеста. Пекарня с пылу с жару и мясоед. В кафе завтраки, обеды и банкеты. Галерея вкуса. Ленина 45. Телефон 26 67 70. Редактор субтитров А.Семкин